Процедура простая и максимально прозрачная. Прийти на уличный участок, предъявить в развернутом виде документы удостоверяющей личности, это паспорт гражданина Российской Федерации. Вам дадут вот такой вот пакет, в него входит маска, перчатки и одноразовая ручка и бюллетень. Вот этот пакет дали мне на моем участке, перчатки я использовала, маска у меня была своя, как и ручка, собственно, своя, счастливая. Дальше процедура простая. Вам дают бюллетень, в графе выбора вы ставите любую отметку и опускаете бюллетень в ящик для голосования. Все просто. Алгоритм тот же, формат новый, оттого у многих справедливо возникают вопросы. Вы мне продиктуете, я проверю. А почему у вас список уже паспорт граждан? Готовность номер один разъяснить процедуру, пояснить нюансы. Даже при агрессивном недоверии к непривычной форме процесса сбора голосов, сохранять спокойствие и соблюдать протокол. Никакого нарушения нет. Все члены комиссии соблюдают конфиденциальность своих избирателей. Внесены паспортные данные для того, чтобы члены комиссии не могли брать паспорт из рук, соблюдая все формы безопасности. Они хранятся в отдельной книге избирательной и доступ к ним только членам избирательной комиссии. Где находится палатка информации в свободном доступе? На досках объявлений в подъездах, на стационарных избирательных участках. Первого числа мне не очень удобно с дачи приезжать, а так как я сегодня приехал с дачи, я решил обязательно проголосовать, отдать свой голос. И когда прочитала, что здесь есть, я решил, что обязательно пойду. На свежем воздухе проще выполнять санитарные предписания, соблюдать дистанцию, плюс обязательная обработка стола. Ящик закрытый, какие отметки ставят голосующие, никто не увидит до снятия пломбы. Как и на стационарном участке, здесь присутствует волонтер Конституции и общественный наблюдатель. То, что рекомендовала и обязывала избирательную комиссию, областная избирательная комиссия, они пунктуально выполняют. Другое дело, здесь ни кабину не поставишь, ни сделать это походное. Они, будем говорить, эксклюзив. Поэтому есть нюансы мелкие, на которые никто внимания, все люди приходят, спокойно голосуют. За четыре дня явка по спискам достигла 20%. Пока без ажиотажа. Основной поток ожидается 1 июля. Отметить, да или нет, выбор каждый делает сам. Отказ от участия равен согласию с позицией большинства проголосовавших. Уличный формат, мера вынужденная. Организаторы надеются, что к предстоящему сентябре депутатским выборам эпид-обстановка улучшится и позволит вернуться к привычной стандартной процедуре. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73.